итак и всех приветствую ребята на нашем канале на канале тугарычи и сегодня мы поговорим о такой вещи как ssd накопитель нужен ли вообще он или нет и собственно говоря расскажу я все это своего конечно же примера вот была у меня задача купить ну скажем таки любой накопитель поскольку я живу в маленьком городке и просто не имея возможности купить бушный жесткий диск потому что там цены такие загоняют ребят что проще купить реально новый жесткий диск причем взять его на тетрабайт предположим да вот я покупал жесткий диск на тетрабайт от western digital вот и с оборотами 5400 оборотов ребят почему советую быстренько брать более низкие обороты в каком-то плане да ну лично не советую почему я взял жесткий диск с более меньшими оборотами просто рассчитывал на то что он реально проживет дольше поскольку 7200 оборотов и тогда более высокие показатели передачи данных ребят но при этом большие температуры работа того же винчестер он постоянно такие более горячие прочее поэтому взял 5400 оборотов вот от western digital самый дешевый там порядка 2900 рублей у меня же бушный продают там порядка там самый дешевый 1500 но это бушный там или две тысячи рублей там кто-то даже ставит цены за бушные жесткие диски но понимаете это курум на смех грубо говоря вот что касается вот был выбор поэтому решил ребята взять приблизительно за ту же сумму но ssd накопитель объем 120 гигабайт от уба выбор у меня полно ssd а дата ультимейт там какой-то покупал его за 3000 рублей в city link но сейчас он у меня даже в city link с продается по цене 2990 рублей то есть приблизительно как-то так вот ребята поставила жесткий диск компьютер здесь немножко другой то есть именно гипер пень стоит процессор вот и видеокарточка eric 462 гигово ребят самый такой дешевый вариант конечно же 1050 я и 1060 гораздо лучше бы смотрелись вот но тут вопрос как говорится был цены покупка купила за шесть с половиной тысяч на июль 2017 года ребят эту видеокарту eric 462 гига чисто дешевая поэтому 1050 я и 1060 гораздо лучше ребят и при записи видео более качественная запись видео и быстрее действие там получше будет и но собственно говоря плюсы конечно же есть ребята насчет жесткого диска вот я пришел поставил его установил систему windows 7 систему устанавливалась я бы сказал очень быстро плюс там были впилены установлены драйвера в саму систему windows 7 установочную систему устанавливаю именно скажем таки запилена туда драйвера usb 3.0 соответственно система просто в лед очень быстро поставилась и вот и я несомненно конечно же этом удивился но что самый большой плюс для меня был увидеть в этом ssd то есть я слышал от людей что да плюс есть но как бы всегда я деньги вкладывал какие-то другие вещи но не в ссд накопитель и сейчас этот ssd даже будет стоять на рабочей машине то есть грубо говоря где будут стоять и сервера counter-stride go здесь я вроде кстати стрелял по голове но чё-то как-то модельку повело лево вправо и я не попал собственно говоря очень быстро грузится система windows 7 на ssd то есть это просто какие-то секунды там буквально там две-три секунды что-то подобное я не засекал ребят но просто мега быстро все загружается также ребята когда загрузила система и появляется иконочки на рабочем столе обычно у меня они как-то долго появляется да там что-то медленно но здесь вот эти иконочки появляются просто за секунду наверное там задули секунд все прогружается и буквально это просто кайф в этом плане конечно в плане быстродействие загрузки просто клёво в игре же опять-таки варфейсе самая главная тема плюсы плюсы и минусы плюсы очень быстрая загрузка то есть быстрее прогружаетесь на карту ну предположим гружусь я на паблик то какой-нибудь у меня хоп мгновенно прогрузилась все то есть кстати скорость прогрузки также будет от процессора немножечко зависит но на гипер пневмон грузится ссдшников просто за доли секунд вот и там полная полоска загрузки но ребят из как бы из небольших минусов то есть остальные то ребята все равно грузится дольше то есть и пока все остальные прогрузится вам придется ждать вот из-за небольших минусов то есть микрофрезы небольшие они все равно конечно же остается никуда они не денутся поскольку это работа именно вашего процессора видеокарты и как такового движка движка cry engine 3 то есть именно в данном случае реализации именно в игре warface то есть какие-то микрофрезы и задержки они все равно останутся по большей части вот и никуда они не денутся потому что вся эта канитель скажем таки зависит именно от вашего процессора больше и от видеокарты вот они от скорости работы ссдшника то есть да конечно с одной стороны это более надежная более быстрая системы когда будет подгружаться на карту ребят новый игрок предположим в женском скине я не знаю или в экзоскелете и ваш компьютер должен будет подгрузить винчестер какие-то данные там до информацию о модельке информацию о скинах и прочее то задержки будут меньше то есть не будет какого-то микрофреза у вас ссдшник быстро даст нужные данные и это классно но в остальном поведение то же самое то есть в игре поверьте ничего особо нового не увидите за исключением того что когда присоединяется новая игру в остальном разница просто нету и вот я бегаю играя в принципе то же самое что хочется мельком сказать о то о скажем таки грубо говоря более новой платформе то есть у меня платформа рабочие именно старая то есть да она поэтому дешевле была на бушном рынке но она все-таки старенькая это материнская плата кстати убил противник с 15 патронов стали с 10 конечно и все попал но стреляю как горохом реально по конечностям то есть материнская плата 2012 13 год 2012 все-таки наверное там все-таки старый чипсет и сетевой контроллер это все связка ребят и оборудование скажем таки старенькая вот на 2016 а вот это материнская плата ребят которая установлена здесь сейчас это мы сайс б-150 на все-таки говорю ребят покупать гигабайт или что-то мы сайка просто прогнулась материнская плата такая да вот то здесь интеловский сетевой контроллер стоит а и 219 и ребят плюсы его конечно же есть даже при учете что здесь стоит процессор гиперпень гиперпня говоришь не всегда хватает для игры warface на вот то есть бывают моменты что небольшой фриз я все-таки думается мне что это все-таки пенек не справляется потому что это два физических ядра и 4 потока но по счет то что более новая платформа то сетевой контроллер выдает конечно же нормально то есть быстрый действие у него хорош это более каком-то плане быстрый урон именно то что ваш компьютер быстрее регает урон быстрее его и точнее отправляет более где-то наверное стабильное передвижение противника до более закономерно именно опять-таки это связано все с более новым сетевым контроллером но это ребят такие вещи которые большинство наверное игроков не заметят даже и нафиг они не нужны будут но вот я чисто замечаю для себя и в каком-то плане я поиграл вот с гиперпня да вот с этой же видеокарты со своей но получил какие-то вот но плюсы для меня были открыты потому что все-таки здесь более новая платформа и на связка процессор чипсет и сетевой контроллер быстродействие в этом конечно же есть но ссдшник в рабочих приложениях ну грубо говоря там в той же винде да он просто офигенен он просто классный просто замечательная никаких задержек просто все мгновенно быстро грузится и от ссдшника я реально кайфану грубо говоря именно при работе в операционной системе но в игре прям таки разница какой-то вот буквально но не будет заметно ребят fps и не прибавится ни в коем разе вот возможно только меньше приседания будет вот как-то так такие выводы ребят взял самый дешевый ссдшник там до 3000 рублей конечно же типа intel на 180 гигабайт он стоит где-то 5000 но не более надежный ребят поэтому как-то так если что-то несите по гарантии вот такие мои были выводы ребят пишите свое мнение отзывы в комментариях всем удачи на этом всем пока